Давай. Да, умничка, правильно. А это? Аэроплейн. Так в игровой форме Юлия каждые выходные помогает Вове подтянуть английский, ведь у детского дома нет возможности нанять ему репетитора. Благотворительная организация МЯТА пятый год решает эту проблему, помогая детям из детских домов получить дополнительное образование. Каждый ребенок выбирает свою кружок или секцию в зависимости от своих потребностей и способностей. Свобода выбора очень важна. Вообще в конвенции международной о правах ребенка говорится о том, что у ребенка есть неотъемлемое право участвовать в решении своей судьбы. У детей и сирот часто этого права не бывает, потому что они находятся в потоке благ, и им тяжело выбрать, что хотят именно они. Здесь ребенок выбирает сам ту зону развития, которая близка именно ему, и вкладывает туда огромный труд. Посещать репетиторы и секции детям из детских домов помогают тьютеры, так МЯТА называют персональных наставников. Их задача – сопроводить ребенка на дополнительные занятия. Эта функция кажется номинальной, но в детском доме выполнять ее некому. Жизнь там ограничивается детским домом и школой. Тьютеры же гуляют с подопечными в городе, ездят в общественном транспорте, посещают культурные и спортивные мероприятия. Таким образом помогают освоить навыки самостоятельной жизни, которые необходимы после выхода из закрытого пространства детского дома. Даже тот факт, что вы являетесь человеком, который пришел из-за пределов детского учреждения, уже для него большое открытие и большое количество знаний и навыков, которые он не мог бы получить в том коллективе, в котором у него уже сложились отношения, вы можете ему дать, просто общаясь с ним, делясь какой-то информацией, которая вам кажется проходной, будничной, дежурной. На самом деле это, в принципе, это опыт общения с человеком по ту сторону системы. Будущие волонтеры проходят собеседование, изучают кодекс организации и заключают договор о добровольческой деятельности. И главное, регулярно консультируются с детским психологом. Ведь в общении с подопечными есть строгие правила. Тьютер не должен приглашать ребенка домой, все встречи только публичные. Любые поездки на общественном транспорте или такси – безопасность превыше всего. Не менее важен психологический комфорт в общении. Сложные семейные истории не принято обсуждать. Мы не лезем под кожу ребятам. То есть кто-то из них когда-то что-то говорит о родственниках, которые есть. Но я боюсь, что это такие темы. Я боюсь, наверное, обсуждать эти темы с ребятами. Если они хотят, они говорят. Этой сборной по хоккею из детских домов могло бы не быть. Больше половины игроков – воспитанники Пушкинского детского дома. По выходным они тренируются с Денисом Басовым в его спортивном центре. Это он предложил собрать команду и купил всем хоккейную форму. Мята взяла на себя логистику. Тьютер Марина Першина договаривается с такси и сопровождает на тренировке из Пушкина в Приморский район. Почти за три года она и другие тьютеры стали для ребят друзьями. Мы дружим. У нас обычно, ну, в прошлом году, в конце года, вот все кураторы, с кем мы ездим, мы забирались на пикник. В этом году у нас тоже пикник. Ну, то есть, не одна Марина, а у нас еще другие три человека. Ну, со всеми одинаково общаемся, дружим. То есть, не просто отношения, но очень дружеские. Тьютер действительно становится другом для своего подопечного, но, конечно, не заменяет родителей. Хотя волонтеры Мяты по факту выполняют эти важные функции, дают детям из детских домов возможность найти свое место в жизни, заниматься любимым хобби и выбрать профессию. Марина Береснева, Ксения Маркова, Интернет-телевидение, Город Плюс.